Кукла Маша, кукла Миша, кукла Саша и Аиша Яковлев по первому образованию актер-кукольник, по второму артист драмы. До Иванушек Олег служил в театре Алексея Рыбникова, после поступил в труппу театра Армена Джигарханяна, но покинул театральные подмостки ради певческой карьеры. ПЕСНЯ Яковлев пел в Иванушках почти 16 лет, но в 2013-м Олег официально покидает бойс-бенд, уступив место новому солисту Кириллу Туриченко. ПЕСНЯ 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 все. Благодарю вас. Олег, ты уже больше четырех лет как находишься в сольном плавании. Ой, мне так не нравится такое слово, сольное плавание. Это называется сольная карьера артиста. Осознанная, ответственная, интересная, отчасти пугающая, но она восхитительная. Я четыре года как ушел от ребят, и чему я очень рад, потому что у меня какие-то мои годы, которые еще остались на моем веку, то есть я могу себя реализовать как сольный артист. Но я напомню, что в 2013 году Олег покинул группу Иванушки Интернешнл. И вот я хочу тебя процитировать. Отдаю себе отчет, что есть масса артистов, которые поют лучше, чем я, но скажу без ложной скромности, что так, как я, не споет больше никто в мире. Когда я пою заглавные какие-то или пел в Иванушках заглавные партии, то все они становились хитами. И Беги, и Реви, и Золотые Облака, и Снегири, да все что угодно. И Тополин и Пух, конечно же. Это вот не каждый артист это может. Я без ложной скромности говорю, что у меня есть этот дар, этот талант петь хиты именно так, как хочет композитор. Кратко сформулируй. В чем же неповторимость твоего и особенность твоего голоса? Я не знаю. Я вот, я когда себя слушаю, я в жизни говорю очень низко. А пою я очень высоко, допустим. И когда я слушаю себя со стороны, я все равно себя узнаю. Я все равно себя узнаю. У меня очень узнаваемый тембр, такой, какой вот только именно у Яковлева Олега. Да вот, я не знаю. Ну себя нужно, себя нужно любить. Да почти никто, на самом деле. Вот когда вы слушаете по радио, ой, это Яковлев. Олег, ну смотри, за время сольной карьеры, да, ты уже презентовал шесть видеоклипов. Шесть. Я скажу, почему так. Во-первых, ну, вот Александр Куцевов, которая работает со мной, которая ходит дома в халате и в тапочках и совершенно не готовит, потому как не умеет. А вот она занимается моим каким-то продвижением. Даже не каким-то, а вот таким мощным продвижением. Я знаю, что она сейчас поддержала тебя в самый непростой момент, когда ты уже все, достиг потолка в группе. И вот ты уже принимал какое-то решение. И вот была депрессия. Я считаю, что Саша, может, развалила группу. Я считаю, что это синдром ее колонна. То есть она начала говорить, что ты лучше, что лучше. И, может быть, так оно и есть. Вот. И вот на самом деле дала мне очень много силы, веры в себя. Ну, то, что до 13-го года я уже года 3-4 уже Матвиенко мучил, показывал песни, которые я сочиняю, сочиняю и хочу в каком я жанре работать. А про Сашу утвердило меня в том, что я могу быть сольным артистом, могу быть один. Я благодарен ей за то, что вот у меня есть несколько лет впереди. Я хочу выпустить сольный диск, я хочу выпустить пару, тройку, четверку хитов, я хочу сделать очень красивое видео. То есть, вы понимаете, что в группе я бы никогда этого не сделал. В группе двойдау. Ну, я один из трех. И что? А теперь я только сольный человек, сольные единицы. Получается, что Александра была единственной, которая вот знала, что вы сможете и получится, да, что вот именно у тебя... Да нет, конечно, не единственное. Самое главное, что я знал, что Матвей в меня верил. Потому что Матвиенко, Игорь, большое спасибо, что он не разрешает петь репертуар. Я этим не злоупотребляю. Я ее пою. Но я не пою, не трогаю песни ссорен, я пою только песни, которые я спел. А Игорь единственный человек, который просто с таким добром ко мне, с такой заботой. Я, на самом деле, до сих пор... У меня трудовая книжка лежит в продюсерском центре Матвиенко. Я до сих пор солист группы Иванушки Интернешнл. У меня идет пенсия. Так что вы не переживайте, моя пенсия. Все хорошо. Спасибо, Игорь. Да, да, да. В 2013 году журналисты сообщают, что ты женишься на фанатке Александре Куцевол. Якобы она сделала все возможное, чтобы покорить сердце своего кумира. Даже перебралась из родного Невсюганска поближе к тебе. Во-первых, слово фанатка здесь совершенно не туда. А откуда тогда взялась такая легенда про фанатку? Да потому что это пресса. Господи, вы не понимаете, что пресса печатает то, что очень интересно, ярко и провокационно. Саша, просто Саша, которая была знакома с моим творчеством, которая училась в Петербурге. Мы встретились в Петербурге, познакомились. И когда уже... Когда мы встретились, она уже давно жила в Москве, работала на музыкальном телевидении, который называется Муз-ТВ. Так что все это в раке. И никуда она не перебиралась. Ну, может быть, чуть-чуть колдовала, но любовь это магия, с другой стороны. Но видите, ну да, мы... То есть вы пересеклись по работе? Мы пересеклись по работе. Она снимала фильм, по-моему, 15-летию. Незабвенные группы Иванушки, как режиссер. Я тележурналист по образованию. И телевидение мое все. Я, наверное, с 15 лет уже получала свои первые гонорары, делала свои программы авторские, потом работала на музыкальных телеканалах. Училась в университете на телерадио журналистику. То есть у меня было всегда ощущение, что я хочу, я знаю, что хочу сказать. И мне это было интересно. У Олега был свой путь, да, тоже творческий. И мы совпали. А вот что стало таким переломным моментом, когда... После которого ты понял, что тебе нужно. Когда она пришла вечером ко мне домой, красивая, с мега-макияжем. Все. Вау. Да. Ну, естественно, покорила сердце. С длинными ногами. Все. Олег, для съемок своего первого сольного клипа, «Танцуй с закрытыми глазами», по-моему, да, ты пригласил... Ты не стала рассматривать профессиональных моделей, ты пригласил Александру. Ну, конечно, тогда был какой-то медовый месяц, грубо говоря. А кто возит девушку на Мальдивы? По какому случаю? Да, ну, чего-то так. Ну, просто была камера хорошая, были красивые виды. И как раз мне прислали, когда мы были на Мальдивских островах, мастер. Ну, мастер — это когда... когда готовая песня. Я подумал, почему бы нет? Вот, красивые места, такая-такая локация сумасшедших. У Саши нашлось по платью вдруг каким-то образом волшебным, красное платье. Может быть, это все было продумано, что вдруг случайно... Да, но девочки всегда продумывают все. У меня есть... Ой, у меня случайно есть красное платье. Ой, и камера хорошая есть. А давай снимем клип. Вот мы сняли клип, и, кстати, он достаточно неплохой. Ну, вот самое интересное, все-таки до ЗАГСа вы не дошли. Я хотела тебя процитировать. Смотри. Вчера была такая миленькая, красивая, штампик поставили. Утром проснулась мигера страшненькая в тапочках. Да. Да, ты так считаешь? Конечно. А мне кажется, это похоже на какую-то такую отговорку. Нет, не знаю, что-то меняется, что-то... Происходит какой-то надлом. Вот правда, раз, штамп поставили, все, а теперь ты мой. А теперь я сказала, а теперь вот так. Я столько раз это видел, когда менялись отношения на следующий же день. На следующий день, да, она уже в тапочках, да, она уже командует, да, она уже может позволить себе и... Ты этого боишься, Олег? Да я этого не хочу, я этого не приемлю. Девочка всегда должна быть королевой. Она должна быть без изъяна. Девочки не жуют с набитыми щеками. Девочки должны всегда с утра открывать двери. Они должны всегда быть свежими, как Лилия. Они должны всегда быть безупречными, красивыми в макияже. Они никогда не должны быть... Олег, ты перфицианист. Перфицианист. Никогда не должны ходить в стоптанных тапочках. Никогда не должны тебе делать... В идеале, конечно, с утра богиня. На каблуках богиня. Ночью богиня. Ночью жрица. С утра опять богиня. Никаких не должно быть полотенцев на голове и бегать в стоптанных тапочках. Так, хорошо. Ты можешь не готовить. Я прям... Но должна быть красивая всегда. Все. Так, ну что ж, примем к сведению. Ох, как сложно все-таки. У меня есть подруга, которая не выходит к мужу, пока она не наклеит длинные ресницы, потому что он никогда ее не видел в плохом виде. Вот моль, знаешь, бывает с утра. Моль, опухшие глаза, мешки. Она никогда не выйдет. То есть она два часа себя готовит для того, чтобы сказать доброе утро своему супругу. Я считаю, что это просто даже... Ну, это деликатно. Так что Саша вот такая богиня. Богиня, действительно. Саша богиня. У нас не было никогда таких планов. Мы абсолютно современные люди, совершенно без всяких шаблонов. И я, в принципе, такой человек по жизни всегда. И Олег, и мы совпали на этой волне, потому что я не считаю, что человек должен жениться или человек должен рожать детей. Никто никому ничего не должен. Но я хочу сказать, что твоя богиня с началом твоей сольной карьеры взяла многие организационные вопросы, да, на себя и пиар в том числе. И даже режиссуру. Какая режиссура? Там режиссур не ночевала. Подожди, подожди. А видеоклип на новогоднюю? Вы там вместе же режиссировали. Она его... Все, все я, все я, все я придумаю. Вот. Конечно же так. Так. Ну, пусть ей будет приятно. Ой, мамочки, почему Яковлев не взял гонорар за съемки в клипе Пугачевой? А сейчас думаю, а куда ушел этот пухлый конверт? Будет ли разыскивать своего отца, которого никогда не видел? Слезы вот эти пошлые, телевизионные. Ой, мой папа. И чему учил Олега его предшественник Игорь Сорин? Уступи ему место в центре, потому что иначе он тебя толкнет. Вы смотрите программу «Ой, мамочки», и мы сегодня беседуем с певцом Олегом Яковлевым. Мы находимся в ресторане «Экстра Лаунж» с замечательным видом на Москву. Олег, вот скажи, вот слава и народная любовь как бы накрыли тебя, когда ты оказался вот в губанушках, да? Я скажу, что это я... А вот, я не знаю, каким образом, я буквально в следующий день стал узнаваемым. Я не знаю, может, у меня лицо уникальное? Но продюсер Игорь Матвеенко пригласил тебя же на смену же, да? Да, Игорь уже уходил. Игорь уже уходил. Он уже уходил с марта месяца, а мы познакомились в мае. Ну, я хочу тебя процитировать, смотри. Целый месяц мне Игорь передавал дела. Ну, как говорится, а потом ушел. Игорь покинул коллектив в марте 98-го, но в конце 97-го ты уже снимался в клипе «Кукла». Да. Получается, ты дольше был с Игорем, занимался не месяц, параллельно работали бы. Я скажу так, что ребята пытались всеми усилиями удержать его, уговаривать, потому что все понимали, что он делает опрометчивый шаг. Весь день идет дождь, дождь зануда, дождь зазнайка. Ты все ждешь, ждешь, когда придет хозяйка. И потом, видимо, когда Игорь, когда я записал в мае, я забыл про это, думаю, ну и ладно, и ладно, ну и фиг с ним. А потом мне позвонили, позвонил Игорь и сказал, ты можешь завтра вылететь в Сочи? Потому что, видимо, уже Игорь совсем сбрыкнул в июле 26-го, что типа совсем все, я никуда. И я поехал, это было очень страшно, очень боязно, потом сразу же пригласили на фотосессию, и потом Игорь уже целенаправленно уходил полгода. Да. А вот как он тебе передавал дела? Вот ты говоришь, Игорь передавал мне дела. Я тебе скажу, никакие дела, он просто говорил, знаешь, вот здесь вот ребята отдыхают, вот на песне «Малина». А ты поешь? А ты поешь, да. После этого выходит, допустим, Кирилл на какую-то песню, и ты вот уступи ему место в центре, потому что иначе он тебя толкнет, потому что он должен петь в центре. Ну какие-то такие мелочи, такие очень милые, которые вот и все, на уровне, на уровне того, что где, где, что, чего, какие перерывы, где, что, кто, чего делает, где, кто, когда отдыхает. Олег, поначалу в Иванушках было, ой, как не сладко. Поклонницы Сорина требовали, его даже на концертах скандировали Игорь, Игорь, Игорь. Но страсти улеглись, когда вы запели и записали песни «Тополиной пух» и «Снегири». Значит ли это, что именно эти композиции помогли раскрыться в полной мере? Был какой-то месяц, как месяц-полтора, когда я пытался выжить, что ли, и, может быть, в какой-то момент, когда чувствовалось, что как бы и по пластике, может быть, и по голосу, что я как бы чуть много похож на Игоря. А потом, как произошел какой-то момент, когда у меня перестроился весь организм, вся моя пластика, и, конечно, спасибо Игорю Матвенко, что он сочинил для меня «Тополиной пух», и люди услышали, что я другой тембрально, я другой визуально, я совершенно другой психически, у меня совершенно другие совершенно интересы. Богу в воздух время Маленькую таять То, чего не знает Кому не скажешь И без вечной птицы В небо улетает Когда вот произошел как бы полностью осознание себя, то, что я совершенно другой, то люди сразу почувствовали, и сразу почувствовали, потому что с «Тополиной пухом» сразу вот ушел именно вот тот тембр куклы Маши, сразу раз, и нашел себя именно вокально. Поэтому и сразу с этого момента, когда все стало абсолютно по-другому, и девчонки, спасибо им большое, они сразу видели, что я другой, что я не подражаю, что я стал именно, вот не знаю, с «Тополиной пухом», стал якобы Левым Олегом. Можно было до старости петь в группе, конечно, не развиваться, творческие, и как бы личностно погибать. Я не говорю сейчас про ребят, у ребят свой путь, и им это нравится, и возможно, это вот их выбор. Но Олег всегда был отдельной единицей, и в данной ситуации он это демонстрирует. Олег, ты помнишь же, хорошо, наследие Иванушек? Какое? Творческое наследие. Ну, и имя песни, конечно. Вы знаете, я скажу, что я в составе групп, наверное, около 15, не знаю, с половиной, около, наверное, ста песен я спел, наверное. Ну, я, знаешь, я хочу не просто так тебя спрашивать, я хочу тебе предложить... Строчки, что ли? Нет, нет, стой, 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 подожди. С меня с памятью это не очень хорошо. Нет, 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 это совсем другое, это очень увлекательный тест. Смотри, я буду показывать тебе стоп-кадры из тех клипов, в которых ты снимался. Там есть такие характерные детали из видеоряда. Я надеюсь, ты угадаешь. Я попробую. Да. Итак, первое. А ты не сдерживай слез, реверрики. Как птицу любовь, корми с руки. А ты не сдерживай слез, реверрики. Как птицу любовь, корми с руки. Следующее. На автомобиле торт. А, это... А, тополиный пух. Конечно же. Тополиный пух, жара и юли, ночь такие теплые. Готовь к следующему? Давай. 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 Так, посмотри. Это шприц. Это снегири-нигири, наверное. Нет. Шприц с такой штукой. Песня на больничную тему, что ли? Да нет. Да нет. Ты знаешь, там нужно вот бежать. А, ты беги-беги. Да, раз с андреналины побежал. Да-да-да, верно. Беги-беги, беги на край земли, из последних сил беги, слышишь? Ну и последний. Ну, конечно, ты это знаешь. Снегири-нигири, да. Естественно. Снегири-нигири улетят, и не поймаешь. Снегири-нигири не заморишь, не заплачешь. Хорошо, скажи мне, вот будучи уже одним из Иванушек, ты снимаешься в клипе Пугачевой речной трамвайчик. Я сам обалдел. Это, конечно, было потрясающе. Я знаю, что Алла Борисовна сама выбрала, сама пригласила тебя. А вот как она тебя приметила? Расскажи. Ну, это, наверное, можно сказать спасибо Олегу Степченко. Привет, привет, пока-пока, я очень не буду ждать звонка, а ты пока забудь меня слегка, привет, привет, пока-пока. Ой, мамочки, друзья, Олег отказался от гонорара в этом клипе. Конечно. А почему? А потому что я не имел права, потому что я считаю, что... Ну, конверт же был пухленький, я думаю. Он был пухленький, но, тем не менее, я считаю, что я не имел права брать деньги за... Ну, просто за какой-то момент того, что, не знаю, она, мне кажется, Алла Борисовна дала какое-то счастье моей маме и сестре. И я считаю, что кощуственно брать деньги в такой ситуации. Во-вторых, работа получилась, и в-третьих... А сейчас думаю, а куда ушел этот пухлый конверт? В какие руки? Олег, в нашей программе есть рубрика «Неудобный вопрос». Я тебе предлагаю три конверта в них. Да, ты можешь ответить на один? Ну, вот смотри. Можно на все? На красный выбрал. Так, давай, зачитывай. Нет, абсолютно нет. А что за вопрос? Озвучи его, пожалуйста. Не, я его не буду озвучивать. Дальше. Нет, ну, значит, нет. Хорошо. А будешь еще на один отвечать? Ну, посмотрю. Так, давай, подойди сюда. Как-то аккуратно, значит. На это тоже не буду отвечать. Ну, так неинтересно. А потому что... Ну, хотя бы один озвучил. Да нет, не хочу. На этот? Ну, на этот можно, но не буду тоже. Давайте так сделаем. Я ж хитренький. Ну, хорошо. Я знаю, что ты поздний ребенок. Вообще, очень необычная у тебя история семьи, история родителей. Вообще, что на меня составляет какое-то досье. Я готовилась к нашему интервью. От КГБ. И что? Нет, ну, смотри, правда, очень необычная история. Я хотела бы рассказать нашим зрителям. Я знаю, что твоей маме было 40, а папе было 18, когда у них случился роман. Ее 42 было, да. 42, а папе 18, когда случился их роман. Но папу ты никогда не видел. И один телеканал хотел организовать поиски, но ты отказался. Нет, конечно, зачем мне это нужно? Почему? Ты не хотел навязываться? Да нет, я не хотел. А зачем мне это нужно? Во-первых, у меня нет чувства брошенности. У меня абсолютно нет. Я понимаю, что это был роман в 40-летней женщины, моей прекрасной мамы, который понравился молодой, сексуальный, красивый, мой отец, которому 18 лет, который с армии пошел в увольнительную, которому тоже было интересно. И может быть, одиноко. Я понимаю, что это была какая-то встреча, две, три, четыре встречи. И хорошо, спасибо маме, что она не сделала аборт. Вот и все. То, что моя мама прогнала его, и когда был какой-то воеден в полевой суд, что раньше было такого, что он обязан был жениться, она сказала, мне ничего от него не надо. Вот и все. Зачем мне этот отец? И зачем вообще все это надо? Я сейчас взрослый человек, когда я был маленьким, я еще думаю, ну, что ж у меня там обязоцовщина. Теперь понимаю, что это была просто яркая, страстная, хорошая встреча взрослой женщины, которой нравится молодой человек. И молодому человеку, которому нравилось побыть немного с моей мамой. С моей мамой несколько раз встреч, свиданий. И с какого фига я должен вообще разыскивать его где-то? И там слезы вот эти пошлые, по-телевизионные. Ой, мой папа. Вот, и он у меня смотрит. Зачем мне это нужно вообще? Ну, я даже не... Мне даже не интересно, как он выглядит. Ты самодостаточный человек, когда мне нуждаюсь. Вообще не нуждаюсь абсолютно. Олег. Да. Спасибо тебе за интереснейшее интервью. А я хочу с тобой видеться еще. Я надеюсь, что мы придем к тебе на концерт. Ну, а мы же видимся только на концертах, конечно же. Вот, так что жду встречи непременно. И желаю тебе, конечно, полной реализации в том, что ты хочешь, чтобы это все было. Еще раз напоминаю, что моим собеседником был певец Олег Яковлев. А вы ищите нас в социальных сетях и задавайте свои вопросы нашим звездным гостям. С вами была Анжелика Радж. Увидимся ровно через неделю. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова